Война 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 Вопросом законодательного обеспечения правоохранительной деятельности его члены рассматривали проект закона, который предусматривает значительное усиление ответственности украинских военнослужащих за правонарушение, особенно вождение в состояние алкогольного опьянения. Предлагается ввести уголовное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 300 необлагаемых минимумов граждан, за которое в настоящее время установлена лишь административная ответственность на общих основаниях. Уголовная ответственность за ДТП с тяжкими последствиями также планируют повысить. В свете последних событий, когда военные становятся участниками пьяных скандалов, министерство считает, что эти изменения в уголовный кодекс смогут удержать военных от употребления алкоголя во время несения службы и заставят дважды думать над своими поступками. Принятие проекта закона обеспечит повышение дисциплины и правопорядка среди военнослужащих, в том числе в районе проведения АТО. Реализация проекта не требует дополнительных расходов из бюджета. Прошу поддержать. Обсуждение законопроекта продолжается, однако уже на этапе дискуссии у многих экспертов возникли сомнения относительно того, нужно ли реально усиливать ответственность именно для военнослужащих, минуя все остальные категории населения. Уголовную ответственность вводить нецелесообразно, потому что деяния, которые предлагают криминализировать, не достигают уровня общественной опасности для признания их преступлением. Поэтому пребывание военнослужащего во время несения службы в состоянии алкогольного опьянения, оно уже является не преступлением, а нарушением воинской дисциплины, за что есть дисциплинарное наказание. Отдельные члены комитета выразили обеспокоенность, что введение именно криминальной ответственности для военных, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, напрямую нарушает их права по сравнению с другими украинцами. Я не думаю, что ответственность каждого гражданина Украины, будь то техническое транспортное средство в обычном мирном населенном пункте, ну банальный ДТП, если говорить, виновен, невиновен, и оно должно отличаться от транспортного средства водителя даже в вооруженных силах. Там правила дорожного движения, там правила дорожного движения, там нарушения, там нарушения, там есть штраф или наказание за злоупотребление алкоголем за рулем и там. И ничем это не отличается. Впрочем, обсуждения в комитете еще продолжаются. Сами же украинские бойцы, особенно те, которые побывали в зоне АТО, услышав о таких намерениях Министерства обороны, предлагают сначала усилить ответственность для полицейских, прокуроров и работников СБУ. В первую очередь прокуратура, МВД, обязательно налоговая. Мы видим очень много примеров, когда прокуроры, сотрудники МВД, на веселе совершают преступления и фактически остаются безнаказанными. И залишаются безкарными, фактически. То, что проблема с алкоголем в рядах вооруженных сил Украины существует, не секрет. И случаи, когда военные реально садятся за рулем в нетрезвом состоянии, также, к сожалению, не редкость. И виновные должны нести строжайшую ответственность по закону. И те люди, которые пострадали от действий отдельных военных, конечно, будут согласны с усилением ответственности для военнослужащих. С другой же стороны, почему тогда не вводить уже с лишения ответственности для всех, без исключения? Правозащитники говорят, Министерство обороны пытается сделать хорошее дело под плохим приводом. То есть улучшить дисциплину в рядах военнослужащих путем запугивания и ужесточения наказания, а не поощрения и мотивации. Ведь большой класс проблемы кроется в том, что наши военные немотивированы и часто предоставлены сами себе. А когда целыми днями сидеть без дела, в условиях стресса, без конкретных задач, бутылки недалеко. А алкоголь, как мы все знаем, хорошо умеет даже с наилучшего человека сделать монстров. Если цель противодействовать злоупотреблению алкоголя военным, то эта цель не будет достигнута усилением наказания. Усилением наказания вообще не будет достигнута ни одна цель. Поэтому смысла нет. Если мы говорим о военных, я от них лично слышала, что есть проблема с алкоголем. И они обвиняют в том командование, поскольку они не имеют надлежащей занятости, поскольку им дают вести себя пассивно. Командование не обеспечивает нагрузкой. Нет надлежащей психологической работы с бойцами. Для того, чтобы бороться с преступностью, нужно бороться с причинами, а не с последствиями. Командование не обеспечивает их певным навантажениям. Они могли бы делать какую-то другую важную работу для государства в условиях боевых действий. Кроме того, нет належной психологической работы с бойцами. Для того, чтобы бороться с злочинностью, нужно бороться с причинами, а не с последствиями. Продолжение следует...